Пока мы были на каникулах, в Саудовской Аравии стартовал и сейчас продолжает идти марафон Дакар. За это время культовая гонка вышла на финишную прямую, так как позади остались и день отдыха, и марафонский этап. В зачете мотоцикла в первом сейчас держится Хосе Игнасио Карнехо на Хонде, от которого всего на минуту отстает Тоби Прайс на технике КТМ. Третьим значится Сэм Сандерленд, также предпочитающий марку КТМ. Среди квадроциклистов лидирует Мануэль Андухар, но его отрыв от Александра Жиру менее 20 минут, а значит гонщики могут легко поменяться местами. Замыкает тройку чилиец Джованни Энрико. В зачете внедорожников продолжается мощная битва между Стефаном Петранцелем и Насором Алетией, коих разделяют всего 5 минут. Карл Сайнц третий, и нагнать 40 минут, чтобы возглавить зачет, ему будет трудно. Титулованный Себастьян Лёб вообще был вынужден сняться. На восьмом этапе марафона девятикратный чемпион мира по классическому ралли дважды проколол шины и, не имея необходимого количества запасных колес, прекратил участие. У грузовиков уверенно доминируют КамАЗы. В генеральной классификации друг за другом выстроились Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев. У Синей Белой Армады есть отменные шансы захватить весь подиум. И вот почему. Алиш Лапрайс на Праге вряд ли отвоюет полтора часа, а Мартина Мацака на Ивека и Алексея Вишневского на МАЗе от первого места вообще отделяют около двух часов. Это фантастически много. Еще одна категория SSV, то есть мотовездеходы, которые шуточно называют кибитками. Между тем в России есть очень крутой кибиточник Сергей Корякин. В прошлом году он взял серебро Дакара. Сейчас уральский гонщик значится пятым, отставая от лидера на 47 минут. Этим самым лидером числится американец Остин Джонс. Вторым идет 18-летний новичок Сет Кентеро. А третью строчку занимает Франциско Лопес Кантардо. Впереди всего четыре этапа, так что гонщики перестали откровенно беречь технику. Во всех классах кипит борьба за победу, но легкой прогулки не будет. Перед финишем для участников заготовлены хитрые ловушки. Напомним, в этом году протяженность Дакара почти 8 тысяч километров. Притом больше половины это спецучастки. Вдобавок организаторы сократили длину быстрых отрезков, сделав ставку на бездорожье.